Я не занимаюсь строительством, понимаете? Я начальник милиции. У меня сейчас конкретная стоит задача расследовать дело. Сегодня, хотите этого или нет, этот дом Повойкова 10 Облэнерго подключит в обход. Понимаете? И ваша бессрочная акция, она теряет смысл просто сам. Нет, не теряет. Нет, совершенно не теряет. Давайте еще раз, давайте вернемся к сути вопроса. Осмотр вы мне сделать не даете, следственная оперативная группа. Так? Вы мешаете. Правильно я понимаю, товарищи? Мы поэтому здесь собрались для этого. Мы хотим, чтобы брали. Хорошо, нету законных оснований. Так, хорошо. Ваши предложения какие? Чтобы вы дали нам по нашему заявлению ответ. Почему в сроке... Ну вот мы доверяем этой Юлии, доверяем полностью. Она вас просила расследовать, почему сроки нарушились. Почему? Отдайте ответ, почему сроки нарушены. В 2007 году было две строительные площадки. Повойково-10 и Повойково-27. Эти две строительные площадки были арендованы коммунальным предприемством Чернигов Будинвест. И на них эти оформлены были эти площадки. Они выступили замовниками будивництва. В 2010 году, когда уже подходила сдача дома Повойково-10, умные люди из Облэнерго, у застройщика, вступили в договорные отношения вместе с нашим застройщиком. И сэкономили 100 тысяч долларов на строительство по станции для дома Повойково-10. И подключили дом Повойково-10 по станции, которая находится на территории земельного участка, который предназначен для строительства дома Повойково-27. На сентябрь 2014 года дом должен был сдан в эксплуатацию. То есть мы должны были поселиться, как жильцы. Мы подождали там полгода, семь месяцев, дом не издается. Мы начали разбираться в ситуации, что случилось, почему не издается дом. Начали выяснять, начали разбираться в документах. Оказывается, нам говорят о том, что вас не могут подключить, как вам не хватает мощностей. На что мы были очень удивлены, потому что по документам нам всего хватало и все есть. Нам начинают рассказывать о том, что к нашей подстанции подключен Повойково-10. Мы начали задаваться вопросом, как, и обратились в Облэнерго. Вот есть официальное письмо о том, что ответ о том, что к этой подстанции никто не подключен, ни один житель города Чернигово. Мы начали разбираться в ситуации. Инвестор вроде бы продал 450 киловатт мощностей, и теперь из-за этого нам не хватает, чтобы подключиться. Что касательно, почему мы здесь сегодня сидим и собрались и ночуем здесь. Три дня назад было у нас собрание очередное, куда идти, кому писать, что делать дальше, как разбираться. И к нам приходят жильцы Войково-10, и начинают угрожать о том, что вы нас отключили, у нас нет света, вы нас отключили. Мы говорим, ну, мы не понимаем, мы вас, ну, как бы, мы ничего не отключали, мы ничего не трогали. Вот, прилагаем письмо, да, что у нас, в принципе, мы собираем, может, и так, пакет документов, чтобы подавать там в суд, прокуратуру. И у нас есть официальное письмо Облэнерго, что от этой подстанции никто не запитан. Они говорят, нет, мы запитаны отсюда, у нас тоже есть документы, вот мы платим по счетам, уже пять лет в Облэнерго, так что мы правы. Ну, мы говорим, мы сейчас будем заходить в подстанцию. Мы говорим, ну, законных оснований зайти у вас нет, ну, мы, как жильцы дома, мы не разрешаем вам заходить. Ну, и они начали нам угрожать уже несколько дней о том, что там жильцы через кого-то передают, говорят о том, что мы все равно приедем и подключим. Ночуйте, не ночуйте, приедет маски-шоу, вас всех положат, и мы подключимся к подстанции, так как вы тут незаконно стоите, и вы, ну, типа мы, а мы, в свою очередь, законно питаемся от этой подстанции. То есть мы им показали документы, они, ну, не согласны с этим, у них своя позиция, как бы, их тоже можно понять, они несколько дней без света. Ну, собственно, поэтому мы собрались, теперь сидим, дежурим, потому что боимся за то, что, ну, заберут наши мощности, а в итоге мы сюда никогда не заселимся. Багато там людей уже сделали там полностью ремонт, им нужно вселиться, уже у батареях опаления уже вода, тому, звичайно, мы же уже готуемся до зимы, и, если это будет увлекаться, то, звичайно, разговариваются трубы, полупаться, батареи, и просто те, что делали люди, то, что они вкладывали, то, что они вкладывали, то, что они вкладывали, то, что они вкладывали на нювець. Поэтому я встречался вчора и телефоновал в Киев, говорил про эту ситуацию народному депутату Валерию Дубилю, он взял это на свой контроль, сказал, что он будет общаться с премьер-министром Украины, он будет общаться с администрацией президента, и необходимо, звичайно, это вопрос решить. Но решить, я предложил, что нужно решить мирно, собрать все, кто строил этот дом, кто был замановленным, кто прокладывал кабеля, кто строил эту подстанцию, кто встанавливал эти трансформаторы такой невеликой потужности, то есть разобраться с всеми, сесть, но это вопрос решить. Мы сейчас не производим здесь осмотр, потому что вы против. Мы уважаем ваше мнение, и мы не собираемся на вас давить, как вы говорите. Значит, милиция в моем лице, следственный отдел в лице следователя примет любое ваше решение, которое вы примете. Примите решение прекратить производство? Прекратим. Примите решение расследовать? Будем, значит, выискивать способы, каким образом нам произвести следственные действия с вашим присутствием, с присутствием ваших представителей, с присутствием ваших экспертов. Какой силовой? Я что-то сказал про силовой метод? Вы сказали, что мы со своей стороны как-то будем делать следующее. Таким образом, чтобы эта ситуация не вызвала конфликта, в первую очередь, и не будем ни в коем случае в отношении вас использовать какую-то силу. Вот и все.